На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Елена Волкова и коротко о главных событиях среды. Все сведения, которые депутаты указывают в заявлении о себе и в сведениях об имуществе, избирательная комиссия проверяет. В прозрачности контроль. Депутаты приняли решение о назначении муниципальных выборов. Мы были теми самими пограничниками, которые встретили первую волну атаки на Советский Союз. Они сражались за Родину. В День памяти и скорби нефтеюганцы приняли участие в масштабной военной реконструкции. У нас спокойно, у нас хорошо все. А где-то люди куску хлеба рады. Помощь для Новороссии. Еще одна машина с гуманитарным грузом отправилась из Нефтеюганска в Донбасс. На последнем заседании Думы сегодня собрались депутаты городского парламента. Это заключительная встреча народных избранников перед летними каникулами, которые продлятся с 1 июля и до 31 августа. Какие темы обсуждали на совещании, смотрите в сюжете. Началось заседание Думы с выступления главы города. Николай Цибулько обозначил важную тему. 75 лет назад наше государство было вовлечено в самую кровавую и жестокую из всех войн. Сегодня, в День памяти и скорби, депутаты, доглашенные на заседание, почтили память павших Великой Отечественной минутой молчания. После депутаты приступили к обсуждению 20 вопросов по повестке. Один из первых – принятие решения о назначении муниципальных выборов. Народные избранники проголосовали единогласно «за». Официально старт избирательной кампании будет дан после опубликования думского решения в газете. Заявление от кандидатов в депутаты городской думы избирком будет принимать с 14 июля по 3 августа. А 18 сентября состоится единый день голосования. Стоит отметить, что каждому выдвиженцу предъявляются особые требования. Все сведения, которые депутаты указывают в заявлении о себе и в сведениях об имуществе, избирательная комиссия проверяет. В проверке участвуют федеральные службы, муниципальные, которые за это ответственны. Поэтому самое главное, чтобы все сведения были достоверны. На заключительном перед каникулами заседании думы парламентарии заслушали отчет о работе молодежного парламента за первое полугодие. Активисты провели ряд социально значимых мероприятий, приняли участие во всевозможных акциях и решили отдельные вопросы жителей, в основном касающиеся помощи нефтеюганцам с ограниченными возможностями здоровья. К тому же председатель думы предложил парламенту проработать еще один вопрос. Мы недавно с Владыкой встречались. Владыка озабоченно говорит, что появился сайт такой, где молодые семьи объединяются в этом сайте и идет у них западное навязывание, чтобы детей не иметь, а жить красиво. Действительно, в современном обществе появилось такое движение, как «Чайлдфри» в переводе «Свободное от детей». Это жизненная позиция людей, которые не собираются когда-либо обзаводиться потомством. По мнению главы города и депутатов, это неправильно. И именно члены молодежного парламента должны проводить работу по сохранению института семьи, общаться на эту тему со сверстниками и воспитывать достойное поколение. Елена Волкова, Светлана Ряписова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня в России вспоминают павших в Великой Отечественной войне. Ровно 75 лет назад немецко-фашистские войска напали на СССР. За 1418 дней кровопролитной войны погибли около 27 миллионов советских жителей, 18 миллионов из которых гражданское население. В День памяти и скорби по всей стране прошли траурные акции и митинги. Жители Нефтеюганска сегодня в полдень собрались у памятника воину-освободителю, чтобы почтить память погибших героев. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Ровно 75 лет назад фашистская германия напала на Советский Союз. Ведь вся наша огромная страна встала на смертный бой с фашизмом. И весь советский народ поднялся на защиту правдового Отечества. Благодаря любви, благодаря беззаветной преданности нашему Отечеству, нашей земле, мы всем народом победили этот проклятый фашизм. Каждая семья сегодня с благодарностью вспоминает и чтит ветеранов. Это вы переломали хребет в фашистской машине. Хочу поблагодарить всех ветеранов, туржеников тыла, блокадников, всех, кто принял участие в этой победе. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь нашей советской победе. И мы скольбим, склоняем свои головы перед нашими героями. На месте! Стой! Раз Два Три Четыре Мы приглашаем всех жителей нефтевиканска для возложения пройти к подножью памятника. Масштабная реконструкция первого дня Великой Отечественной войны сегодня прошла на молодежном форуме утро. Ровно в 4 часа утра по московскому времени актеры в роли солдат фашистской Германии ворвались на нашу территорию. Какой увидели войну участники форума в нашем следующем сюжете. Предваряет военно-историческую реконструкцию акция свеча памяти. После звучат стихи военных лет и в то же время неожиданно для собравшихся начинается война. Из пролетающего самолета высадился советский десант. Следом за ними последовал фашистский истребитель, который сбросил бомбу на заставу. Нам предстояла самая ответственная роль, потому что мы были теми самими пограничниками, которые встретили первую волну атаки на Советский Союз. Мы отбивали ее, но, к сожалению, мы приняли ее первой и погибли. Но погибли с гордостью и мы стояли до последнего. Публика с волнением наблюдала за каждым шагом солдат. Актерами их сложно было назвать. Ведь, глядя на вражескую атаку, у зрителей не возникало ни малейшего ощущения сценической игры. Это была реальная война, после которой бойцов настигло множество вопросов от участников форума, в том числе и от губернатора Юбры Натальи Комаровой. А кто на кусты? А вот кто? Все. Все живые народы. Любители экстрима. Такая задача была специально? Специально, чтобы спасать. Показать первый день войны зрителям вышли порядка ста участников реконструкции, на каждом из которых обмундирование солдат немецкой и Красной армии образца 1941 года. Помимо пиротехники были задействованы танк Т-34, военные автомобили и мотоциклы, а также пушки. Особое внимание форумчане обратили на участие малой авиации. Техника эта, будем говорить, уже имеет возраст определенный, серьезный возраст, и можно называть уже их музейными экспонатами. Но все эти экспонаты поддерживаются в отличном летном состоянии, проходят все технические контроли, которые положены. И она летает, и показываем ее людям. Летала над зрителями женская пилотажная группа «Барсы». Летчицы вместе с техникой прибыли на форум из Сургута. Можно с вами сфотографироваться? Конечно, можно с вами сфотографироваться. Да я-то что, а вот вы какие замечательные. Кристина Кольщерова, Денис Лепремов, Евгений Трепилов, телерадиокомпания «Юганск». После военно-исторической реконструкции форумчане отправились в свои палатки и образовательные шатры. Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова лично поблагодарила участников реконструкции и осмотрела площадку «Утро-2016». Первым делом глава региона побывала в палаточном лагере. Напомним, сейчас на территории аэропорта проживают 750 человек. Это делегации из Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей, а также из Ямала-Ненецкого и Хантамансийского автономных округов. Как вы? Хорошо. Устроились? Да. Решили прямо на улице спать? Там жарко, да. Там болевые условия. Также Наталья Комарова посетила выставочные площадки музеев «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Отметим, первая смена «Утро-2016» продлится до 25 июня, после чего на форум в «Нефтеюганск» прибудут новые участники. Причем не только российская молодежь, но и делегации из стран СНГ. Сегодня машина с гуманитарным грузом отправилась из «Нефтеюганска» в Донбасс. Ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших, проживающим в Новороссии, доставят не только продукты, но также книги и даже детские игрушки. Вот уже в четвертый раз нефтеюганцы собрали гуманитарную помощь для украинцев. Почему, расскажет Екатерина Саяпина. Отправка КАМАЗа с гуманитаркой неслучайно стартовала именно сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби. Ведь адресована эта помощь в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны. «И никто бы не подумал в 1945 году, что пройдет буквально чуть менее 70 лет, и фашизм на Украине возродится, что будут бомбить фашисты города, будут убивать детей, женщин. То есть это еще хуже, чем было практически то, что было в те годы, военные годы». Всего за 8 недель удалось собрать тонну самого необходимого – продукты питания, длительного хранения, канцелярию, игрушки для детей, книги и одежду. На помощь пришли неравнодушные жители, предприниматели, руководители предприятий и финансовых учреждений города, а также нефтеюганское казачество. «Это люди нашей веры, нашего языка, наши родственники, друзья. Это же беда, когда война на дворе. И сложности, когда руку помощи протягиваем, ведь самые друзья познаются в беде. Поэтому очень радостно, что у нас люди реагируют на все это». Границы Донбасса машина с долгожданным грузом достигнет через неделю. Вплеча помощи ветеранам войны и членам семей погибших, проживающих в Новороссии, бросили 30 апреля. На призыв откликнулись россияне со всех уголков страны. «Сегодня машина загружена в Сургуте, сейчас догруз происходит здесь, в Нефтьюганске. Завтра, послезавтра будет догруз в Тюмени и в Новочеркасске». Для Виктора Лукьянчука это уже десятый рейс. По словам водителя-дальнобойщика, жители Новороссии каждый раз передают самые теплые слова благодарности за посильную помощь россиян. «Веща встречают так же. Тогда было вообще, первый раз мы везли в основном продукты питания. В тот момент это было очень важно, потому что в городе практически не работали ни магазины, продуктов практически не было. Поэтому было очень важно». Как сообщили организаторы акции, распределение гуманитарной помощи будет адресным. В первую очередь провизию получат порядка 200 ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Екатерина Саяпина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Активисты «Гринпис Россия» посетили нефтедобывающие объекты Югры. В том числе представители природнодзора округа совместно со специалистами дочернего общества нефтяной компании «Роснефть» «Юганскнефтегазы» посетили месторождение предприятия и оценили состояние экологии. «Юганскнефтегаз» проделал большую экологическую работу. В результате удалось вплотную приблизиться к ликвидации ущерба прошлых лет. В 2016-м в планах предприятия увеличение мероприятий по рекультивации земель на 171% по сравнению с прошлым годом. Рекультивацию планируют провести на площади 350 гектаров. В целях безаварийной работы в «Юганскнефтегазе» реализуется целевая программа повышения надежности трубопроводов. В ее рамках в этом году нефтяники намерены заменить более 470 километров, что на 25% больше, чем год назад. Специалисты «Гринпис России» отметили, что «Юганскнефтегаз» проводит прозрачную политику в сфере предоставления информации, а также в области значительного увеличения экологических программ. 80 лет на страже дорожной безопасности. 3 июля ГИБДД МВД России отметит круглую дату со дня образования. В «Нефтеюганске» эта структура существует с 1980-го. Именно тогда при городском отделе милиции появилась первая группа ГАИ. На данный момент учреждение насчитывает более 100 сотрудников. Об одном из старейших работников местной госавтоинспекции наш следующий репортаж. Бороться за безопасность дорожного движения не так-то просто, говорит Константин Дроздецкий. Майор полиции отдал службе в госавтоинспекции ровно 20 лет. В свое время он прошел путь от простого инспектора ДПС до заместителя командира роты. По выслуге лет офицер на пенсию не ушел, но предпочел дежурством на посту, техосмотр автомобилей и тихую бумажную работу. «Я себя не вижу в другой службе. Столько лет уже отдано ГИБДД. Возможно, моими действиями будет предотвращено ДТП, либо еще что, спецназ чья-то жизнь». За 20-летнюю практику пришлось испытать многое, признается инспектор. К примеру, во время одного из ночных рейдов его сбил пьяный автолюбитель. Некоторое время полицейскому даже пришлось восстанавливаться в больнице. Однако опасную работу он оставлять не стал. Теперь одна из его функций – выдача водительских удостоверений. Говорит, чтобы помочь новоиспеченным шоферам избежать аварий, он дает им доброе напутствие. «Они молодые, кровь горячая. Получили водительское. Папа купил машину и вперед. Если будут они себя вести на дороге, относиться вежливо к другим водителям, то и будет все лучше». Неравнодушные отношения к культуре вождения многие жители действительно ценят. К тому подтверждение множество положительных отзывов от обратившихся за госуслугами горожан. «Неоднократно люди звонили, подходили, обращались с благодарностями в отношении данного сотрудника. Он также неоднократно поощрялся на наши праздники, на день госавтоинспекции». По словам коллег Константина Дроздецкого, человек он исполнительный и трудолюбивый. Инспектор зачастую остается на службе допоздна и работает сверх нормы. Сам полицейский не считает это заслугой. Говорит, любое задание нужно выполнять качественно, особенно когда это касается безопасности жителей города. Елена Волкова, Денис Ефремов, телеразиокомпания «Юганск». 38 выпускников из 11 образовательных учреждений «Нефтьюганска» получили окружные медали за особые успехи в обучении. Заслуженные награды в торжественной обстановке старшеклассникам вручили в городской администрации. Большой зал городской администрации с трудом вместил в себя всех желающих присутствовать на торжестве. Поздравить выпускников с блестящими результатами собрались первые лица города, руководители образовательных учреждений, учителя, представители градообразующего предприятия и, конечно, сами старшеклассники. Золотых медалей за особые успехи в обучении удостоились 38 бывших школьников. У нас прекрасная молодежь, у нас хорошее будущее у нашей страны, потому что наши ребята и в школе хорошо учатся, и будут дальше учиться. И они прекрасные будут работники и граждане нашего великого государства российского. Более десятка учителей общеобразовательных учреждений, будущие абитуриенты, призеры различных олимпиад, а также исследовательских и творческих конкурсов были отмечены особыми наградами. День сам по себе потрясающий и знаменательный, потому что все 11 лет учебы непосредственно стремились к этому. Награду получила за отличную учебу, медаль, которая тоже была долгожданная. Это очень приятно и, конечно, не может не вызывать улыбку. 23 июня в Ханты-Мансийске семь нефтьюганских медалистов примут участие в окружном мероприятии «Бал лучших выпускников Югры». А в эту пятницу праздник для них устроят в родном городе. Елена Гайлиман, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Сейчас не переключайтесь! В эфире нашей телерадиокомпании «Отрывок реконструкции начала Великой Отечественной войны». На этом у меня вся информация. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok